О том, что грудное молоко очень полезное, говорят во всем мире уже много лет. Обратите внимание на рекламу молочных смесей в СМИ. Всегда там есть оговорка, что грудное молоко – лучшее питание для маленького ребенка. Еще больший спрос на грудное молоко возник после того, как 10 лет назад в Китае в составе молочных смесей был обнаружен меламин. Этот компонент приводил к образованию камней в почках у детей. Были даже смертельные случаи. После этого вырос спрос на услуги кормилец. Но вот только почему-то не только для детей, но и для взрослых людей. Обеспеченные взрослые китайцы нанимают себе кормилец и платят им по 2-3 тысячи долларов в месяц. А молоко употребляют кто как. Кто-то пьет сцеженное в чистом виде, а кто-то добавляет себе в чай или в кофе. В общем, в Китае культ грудного молока. Оно считается суперпродуктом. Но вот только врачи не разделяют такого энтузиазма. Говорят, что непосредственная польза грудного молока есть только для младенцев в возрасте до 1-3 лет. Оно их организмом лучше усваивается и содержит иммуноглобулины для формирования у них хорошего иммунитета. Культура употребления взрослыми китайцами грудного молока, оказывается, существует не один век. Чай с грудным молоком пила императрица Циси, правившая до 1908 года. Маньчжуры традиционно пили чай с молоком, но императрица могла позволить себе более изысканный напиток. В чай добавлялось не коровье или козье молоко, а грудное молоко, сцеженное у кормилицы. Императрица в 1880 году заболела, и один из ее лекарей предложил попробовать ей полечиться грудным молоком. О его пользе знали уже тогда. Чтобы этого необычного лекарственного средства всегда было в избытке, во дворец поселили сразу несколько кормящих женщин, прямо с их младенцами. Так они могли кормить и своих детей, да еще и сцеживать молоко для своей императрицы. Одну из этих кормилиц щедро наградили за долгую службу. Ей с ребенком позволили и дальше оставаться во дворце, а сыну дали достойное образование. Очень тепло вспоминал свою кормилицу последний китайский император Пу И. Ее звали Ваньчжэ. Она была из очень бедной семьи. В возрасте 16 лет девушку выдали, а по сути просто продали кому-то посыльному. Тот вел распутный образ жизни и через три года умер от туберкулеза. А Ваньчжэ родила дочь. В волей случае они узнали во дворце. Там искали кормилицу для новорожденного Пу И, будущего императора. Ваньчжэ взяли во дворец на тяжелых для нее условиях. Ей пришлось разлучиться с дочерью, так как кормить обоих она бы никак не смогла. И день и ночь она находилась рядом с малышом. Стала его самым близким другом и няней. Пу И забрали по приказу императрицы Циси от матери. Ваньчжэ ему ее заменила. Дочь кормилицы умерла от недоедания через три года. Но женщине об этом ничего не сказали, чтобы у нее не пропало молоко. Она кормила будущего императора до девяти лет. А могла бы и больше. Вот только хитрые наложницы выслали ее из дворца по надуманной причине. И только тогда женщина узнала, что ее дочка уже несколько лет как умерла. Когда Пу И вырос и женился, он нашел свою кормилицу. И она некоторое время жила во дворце. Не знаю, насколько это правда, но в фильме «В поисках истины. Секрет вечной молодости. Эликсир для Сталина» упоминается о том, что Мао Цзэдун, коммунист, создатель современного китайского государства, выпивал по два литра грудного молока в сутки.